Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Рад, что вы сегодня здесь среди активистов. Мы сейчас с вами разговаривали про празднование Победы, которое прошло у нас на прошлых выходных, и по поводу событий на Украине. Что вы можете для наших зрителей сказать? Что вы про это думаете? Я каждый раз разобщаюсь с горечью, когда день траура, собственно, 9 мая, день траура, а пролетели в плязнике торжество, пляски на костях, забыв, какой ценой мы заплатили. Как говорил писатель Астафьев, надо в этот день вообще всем выходить на кладбище и поменьше флагов. Еще мы доказали тем, что положили больше 30 миллионов человек, а как жили плохо, так и живем. Я, например, являюсь племянником Героя Советского Союза. Мой дядя погиб. Даже те деньги, которые офицерские должны ему идти на карточку, они так и остались в пользу государства и не выплачены семье. А надо сказать, что в детстве он был раскулачен, или расказачен, как сына казака и семья из 10 человек. Их зимой выгнали из дома, в сарай, и они с трудом остались живы. Другой бы пошел в армию Власова воевать, а он стал Родину защищать. Стал офицером командира габочной батареи Илья Васильевич Каратаев. Можете посмотреть. Совершил подвиг героический в 44-м году, спасая штаб армии генерала Черняховска. Я сам проживаю в коммунальной квартире, в комнате, которая не отвечает в центральной норме. И более 20 лет жду, когда очередь подойдет. И мне мэрия пишет, ждите, когда очередь подойдет. В это время они воруют квартиры. Полторы тысячи квартир было в 94-м. И раздают квартиры налево и направо. Сам Путин по приезду в Новосибирск подарил квартиру неизвестной женщине. Об этом писала комсомольская правда. Публично хвалили с достижениями. То есть какая очередность, какой закон. Будут ли исполняться законы при этой власти? Да никогда. Потому что собрался блатняк откровенный, Которому все пухрен, все наши и народ обречен на страдания. В итоге девиз приспосабливайся, подличий. Идет процесс расчеловечивания людей, декуманизации общества. И теперь, когда их всех одевают, вот сегодня я вижу, в воинскую форму и снова бросают, как пучное мясо, на войну. Кому это выгодно? Не понимаю, что... Из века в век щи дощевили, скисли душами, опрещавили. А еще вино много тешились, разыряли дом, дрались, вешались. Высоцкий. Вот и вся эта национальная идея. Драться и вешаться. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. Как вы думаете, что сейчас... К чему бы вы хотели призвать сейчас людей, которые нас слышат? То есть, что можно нам делать, чтобы с этим бороться эффективнее? Каждому надо задуматься и спросить у себя, Зачем же вы живете? С какой целью? Вот в ближайшее время из страны уехало около 4 миллионов человек, по статистике. И получается, что наша страна превращается в коммунальную квартиру. Ну а дальше что? Ну, начнется затягивание гаек. Превотимся страну в Северную Корею. То же самое. А где же развитие? Где же эти все заверения, что мы великая нация? Что нам отпущено в истории? Тра-та-та-та-та-та-та-та. Сплошное. Ура, вот этот патриотизм. А что на самом деле? А на самом деле, элементарно даже законы не исполняются. Вот декорации, видите? Повернитесь. Маршируем, маршируем. Декорации, да. Декорации жизни. А зайдите во дворы и посмотрите, чем живет город. Разбитые дороги, разворованные деньги кругом, бюджеты. Вот пыль глаза пускать, это мы научились с времена Потемкина. А уважать свою страну, уважать друг друга, так и не научились. И не призывают наши лидеры к этому. Потому что править страны должны быть культурные, высокообразованные люди. А в нас в настоящее время, посмотрите, кто правит. Бывший шпион и его окружение. Вот и все тут. Что вы хотите от такого окружения? Какой уровень управления? Деградация идет во всех отношениях. То есть вы призываете задуматься, да? Да, задуматься и увидеть, что общество глубоко больно. Что страну надо спасать. Просто-напросто. А как спасать? Что мы можем делать? Мы задуматься, я думал, все уже задумались. Только путем. Только путем перехода на рельсы гражданского общества. Когда граждане могут сами публично выражать свое мнение, влиять на власть и собираться мирно, тем самым влиять на власть. А, по крайней мере, мы даже этой нормы сегодня лишены. То есть пока не будет гражданского общества, ничего у нас не будет. Полный ступор. Тормоза. Я с вами абсолютно согласен. Потому что только гражданское общество, только народ, который будет объединяться, и который будет требовать от должностных лиц выполнения своих обязанностей, только народ, который сам будет требовать соблюдения своих прав, своих интересов, только народ может что-то поменять. Если у нас народ так и будет? Если народ будет вот так бегать, да, главное им убийство, война, а вопросы созидания, не вопросы убийства должны стоять на первом месте и славиться, а вопросы созидания. Что вы строите, какое благо для людей, где оно, посмотрите. Опять те же самые, человейники. Это что, жильем вы называете? Это не жилье, это уплотнение городов, приводящее к тому, что у нас вирус торжествует в переполненных городах. Почему возник пандемия, почему она и возникла, как это уже доказано давно. Я живу в коммунальной квартире, которая не чечается интернарным нормам, где вирус просто живет вместе со мной. Понимаете? Вот чем я буду. И получить жилье я не могу, законным путем. И кредитам мне не положено, как я пенсионер. Я везде, и землю не дают мне тоже. Я лишен везде всех прав. У нас только земли пустует. Да, и земли не дают. Мне во всем отказали. И моя семья, которая, отец и мать, участник Великой Отечественной войны, они так ни с чем и ушли из этой жизни. Воевали, воевали. И чего добились. Вот так и у многих. В памяти людей, в памяти потом, что осталось. А эти квартиры, многоквартирные, человейники, завтра они станут непригодными. И мы видим эти города снова, Детройты, брошенные города. Люди покидают эти города, они поняли, что в России становится невозможно жить даже. Люди уезжают из России. Она не для нормальных людей, не для нормального развития. Она захвачена номенклатурой. Большое вам спасибо.